На первый взгляд, здесь, в отделении реабилитации, всё хорошо. Финансирование увеличилось, коек стало больше. Если раньше их было 30, то теперь 40. Оборудование ждут новое. Но есть тут проблема. Большой дефицит кадров. Вот получается, мне сделали операцию на 30 минут. У меня была вчера истерика. Я вчера дошла до слез. Я на него смотрю, и мне не то, что жалко, обидно. Да, беспомощный выход такой получит. Да, просто так. Мы же-то ни в чём не отстаем. У нас одно единственное, что мы хотим, чтобы он встал на ноги. С этими словами в редакцию АЛАУ обратились женщины, чьи дети здесь проходят реабилитацию. Они все в этом отделении не впервые. Кто-то в третий раз приехал, а кто-то в пятый. Они рассказали, что обычно их всё устраивало. Но не сейчас. Этот раз мы приехали, нам нужно ЛФК. У нас ДЦП. Ребёнок неходячий. Когда мы приехали на реабилитацию, один ЛФК-инструктор заболел. Здесь один приходит, на полставки работает. Всех детей он принять не может. Половина детей ходит к нему на занятия. Наши дети остались без занятий. Но нам это очень важно. Без специальных занятий, ради которых сюда и приезжают из районов и даже других областей, осталось девять детей. Среди них пятилетний Саят. У него ДЦП. Только недавно мальчик перенёс операцию. И сейчас он остро нуждается в лечебной физической культуре. Сам заезд на реабилитацию был с 17 февраля. Длится он три недели. И всё это время дети должны посещать ЛФК. Но из-за того, что один инструктор из двух работающих серьёзно заболел, нахождение ребёнка в реабилитационном центре попросту бесполезно. Зарплата у ЛФК инструкторов, как выяснилось, действительно очень низкая. В пределах 50 тысяч тенге. Рассказала руководитель педиатрической службы больницы. В этом, по её мнению, и кроется корень проблемы. Поэтому в больнице, где в норме должно работать 4 инструктора, работают только 2. ЛФК инструкторам могут быть как врачи других направлений, но только если они переобучились, так и педагоги физической культуры. Но за такие деньги работать никто не хочет. К тому же работа с детьми в реабилитации – большая ответственность, считает руководство больницы. По словам Сайранжа Муковой, они сообщали и не раз в Фонд социального медстрахования, в Управление здравоохранения, что инструкторы ЛФК – это проблема не только для них, но и для всей области. Этот вопрос, я думаю, что на уровне министерства будет ещё решаться. Эти вопросы мы поднимаем, мы приглашаем. Всё время у нас размещается объявление о том, что нам эта категория нужна. У нас же не хватает не только инструкторов ЛФК, у нас не хватает психологов, у нас не хватает логопедов. Сейчас у пациентов остались вопросы. Зачем им оборудование, если элементарно не хватает людей, которые бы с ним работали? Они, а также заведующие отделением реабилитации, просили оставшегося инструктора сверх работы бесплатно заниматься с некоторыми детьми. Но это не заменяет полноценной терапии. В больнице лишь разводят руками, поскольку считают, что решить этот вопрос они не в силах. Хамза Нурпиисов, Камила Солкомбаева, РТН